Деньги За 4000 лет до н.э. в Древнем Египте в качестве денег использовались золотые слитки определенного веса. На Ближнем Востоке для этой цели использовалась медь. Во многих культурах кольца и браслеты из драгоценных металлов служили как украшением, так и деньгами. Во все времена фальшивые монетчики стремились создать поддельные деньги. Фальшивые монеты из дешевого металла или неполновесные монеты из металла драгоценного. С появлением бумажных денег фальшивые монетчики научились подделать цвета, знаки и бумаг банкнот. Они настолько в этом преуспели, что современная валюта обычно имеет несколько степеней защиты. Возможно, вскоре придется внедрять в каждую банкноту компьютерный чип. Привет всем любителям компьютерных игр. Мы продолжаем играть в Civilization V Brave New World, недавно вышедший аддон. Играем за поляков. Думается, с выбором государства мы все-таки не прогадали. Так, первые требования пошли. Городу Варшава нужен мрамор. Какой? Какой к черту мрамор? Где я тебя его найду? Вот здесь у нас камень. Здесь серебро. Здесь куча серебра. Здесь какое-то государство. Твою мать. Мрамора я как бы и не вижу совсем. А он им требуется. Библ ищет новых богатств. Поддерживая интересы своих торговцев, их крайне интересует мрамор. Какой хитрый. Какой хитрый этот город. Библ. Так, Ханой хочет варваров уничтожить, Библ хочет мрамор. Понятно. Будем иметь в виду. Так. Наши разведчики. Ну-ка давайте посмотрим, что это за государство здесь такое притаилось. На западе. Да, весьма тесновато нам тут будет. Так, молодцы. Улучшили выгон. Давайте красители. Так, победа. Хорошо бы, если бы полная. Видимо нет. Придется с двух заходов. Один парниша остался у них там охранять. Так, что у нас здесь в Варшаве? Ага, еще одни ребята. Вояки. Ты смотри, он их рожает и рожает. Так, мы тем не менее. У нас достаточно очков культуры. Набожно что ли? Набожно способствовать развитию веры в государстве. Принятие этой ветви позволяет строить святилища и храм в два раза быстрее отрывает постройку Великой мечети Дженны. Принятие всех общественных институтов набожности приводит к появлению Великого Пророка. Кроме того, святыни приносят плюс три культуры. Ага, ага, ага. А здесь что у нас? Так, монархия. Плюс один к золоту, плюс один к недовольству за каждых двух жителей. Тут где-то было пирамиды. Вот. Честь увеличивает боеспособность вашей армии. Принятие института чести дает боевой бонус плюс 33% в сражениях с варварами. Кроме того, вы будете получать извещения всякий раз, когда варвары будут вставить новый лагерь. На открытой территории из-за уничтожения варвары в империи получает очки культуры и открывает постройку статуи Зевса. Принятие всех общественных институтов чести дает одну единицу золота за каждого убитого врага. Также позволяет приобретать великих полководцев за счет веры и начиная с нынешнего времени. Ну это все прикольно, конечно. Но надо как бы в свою линию гнуть, скажем, традицию. Карнизон. Давайте вот это сделаем. Плюс один к золоту. И минус одного недовольства на каждого выжителя из столицы. Да. А с варварами, я думаю, как-нибудь справимся. Тем более, что у нас подошел второй отряд. И надо уже строить амбар или, может быть, караван. Дайте караван построим, все-таки что-то новенькое. Посмотрим, как это все работает. Так, ну это, видимо, Сирия здесь у нас. Так, воины, давайте, давайте на подмогу нашим ребятам. А наши ребята завоюют сейчас лагерь. Варвары укрепятся. Давай-давай, вот так. Завалили денежку. 25 золота забрали. Молодцы. Теперь надо продержаться от этих двух отрядов варварских. Тем более, что этот отряд у нас прокачан на равнинах. То он сможет себе постоять. Так, пошла атака. Давайте, ребята, стоим. Молодцы. Давайте, давайте. Но тоже неплохо. Да, это, видимо, Сангайское государство. Так, строим плантацию за 9 ходов. Долго. Не делать ничего. Так, давайте, укрепляйтесь. И надо выдержать атаки. Сейчас будет 2 атаки, надо выдержать. Может быть, эти войны нам помогут, Сангайские? Ну, давайте, продержитесь, ребятки. Давайте, давайте. Ах, нет. Замочили наш. Город может засыпать осаждающих снарядами. Погиб наш отряд. Прокачанный. Так, смотри-ка здесь. Ну, как раков, давай-ка. Щелкни по этим. Какие варвары, да, здесь кровожадные. Печально. Такой отряд уничтожили. Надо было отходить. Ладно, попытаемся отомстить за наших ребят. Так, здесь что у нас? Правители Бухареста ревностно следят за успехами других городов. А хотят, чтобы мы потребовали дань с Ханоя. Интересно. Такой кровожадный-то у нас Бухарест. Смотри-ка, варвары вторглись на земли Ханоя уже. И они хотят, чтобы мы уничтожили не только лагерь, но и тех самых варваров. А нам все-таки надо увеличить военную мощь нашего государства, потому что, ну, один отряд... Оперение на древке стрелы было сделано из орлиного пера. Мы сами вкладываем в руки врагов средства к своему уничтожению. Эзоп. Теперь должно быть полегче с лучниками. Так, так. Основали город на побережье. Я думаю, что нам очень пригодится мореходство. Изучаем мореходство. Так, у него тоже только один город Гао. Гао-Льгоа. Гао. Давайте-ка вот этих ребят добьем. Нет, смотри, живой. Живой один остался. Так, кто-то еще основал пантоон вслед за нами. Но мы самые первые, получается, основали пантоон. И это радует. Так, давай. Добьем этого бедолагу. Все. Ты смотри, да, как эти клетки... Как разрос все город в эту сторону, на юг. Так, повышение квалификации у наших бойцов. Ну, раз мы на пересеченной местности, будем увеличивать муштра. Муштуру. И сразу же давайте нападем на вот этих... Барбарьянов. Штраф через реку, вообще-то, был, да? Ну, ничего, сейчас уничтожим. Так, и население города Варшава увеличилось до пяти. Круто. Ханой ждет перемен. Что на этой державе полагает, что Стоунхенш? Это панацея от всех бед. Ну-ка. Так, город Ханой хочет не только, чтобы мы уничтожили варваров. Но и построить Стоунхенш. Да у нас пока своих проблем хватает, если честно. Так, вот мы и дошли, в принципе, до... До Западного мыса, хотел сказать, но здесь еще, видимо, есть территории. Надо будет отправить своих разведчиков туда. Вот, жалко, камеру они не поправили во время ходов других государств. То есть, камера здесь как сумасшедшая была, так и осталась. Так, а тем не менее, город Краков растет у нас неплохо. Войны, давайте добиваем его. Хоть у нас атака через реку идет, штраф. Но полная победа нам обеспечена. И надо будет полечиться сейчас. Че у нас тут строится-то? Один ход до каравана, восемь ходов до святыни. Кто это? Неизвестный игрок, входит в античность уже. Ты смотри, такой-то крутой игрок. Или он исследовал так все технологии? Быстренько. Так, вот у нас появился караван. Давайте построим лучников. А то наши воины чувствуют себя весьма одиноко в этом мире без лучников. Так, наши разведчики идут к западному побережью. Вдоль западного побережья, я думаю, отправим их. Так, а тем временем караван. Ну, самое развитое государство у нас среди этих является Ассирийское. И оно находится дальше всех. Я думаю, надо положить торговый путь. Продолжить торговый путь для этого и не из этого города в другой город. А это изменить родной город. Изменить родной город этого торгового юнита. На следующий ход он прибудет в другой город. После этого он сможет прокладывать торговые пути из нового родного города. Понятно. То есть, прокладываем торговый путь. А, здесь так, да, смотри. Взор торговли. Так, подожди. Ваши торговые пути, подожди, пока у нас здесь ничего нету. Стартовый город Варшава. Юнит караван радиус 10 клеток. Да ты чё, хватит ли до города Ашу. Название державы. С Библом только я могу торговать. В результате получается, что в радиусе 10 клеток у меня только Библ. И мы можем торговать только с ним. Подожди. Ваш доход, это что такое? А, это показать, где он, да? Ваш доход, базовый запас золота 0. В Варшава, золото заход 0,4. Библ, золото заход 0,25. Различные ресурсы, ложки 0,5 и 0,05. Всего 1,65 золота. Их доход, базовый запас золота 1. Библ всего 1 золота. Ну, вот это как бы название державы. Что такое город? Максимум золота. Максимальный коэффициент золота. Это, видимо, какой-то фильтр, да? Ладно, торгуем с Библом. Да, я уверен. Где наш караван отправился, да? Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Наши вояки пусть лечатся. Прикольно, конечно, это караваны. Но, кроме того, город Библ дружественный, город-государство. Я думаю, будем развивать с ним отношения. Блин, а тут варвары, да? Ученые умы Бухареста хотят установить тесные связи с цивилизацией. Быстрее всех движущихся по пути научного прогресса. Держава, которая сможет открыть наиболее... Наибольшее количество технологий, из-за 30 ходов сможет увеличить свое влияние на них. Осталось ходов 30. Понятно. Библ желает избавиться от варварского лагеря. Это мы видели. Так, Библ, Библ, нет, не Библ, Бухарест, да? Актуализируют-то. Вы лидерите с 0 очков. Понятно. Ни у кого толком нету очков. Науки. В принципе, почему я раньше решил, что у меня научное государство? В принципе, оно не научное, просто при каждом переходе из эпохи в эпоху нам будут давать бесплатно одно научное исследование или общественный институт, я что-то не помню я. Так, надо ищу рабочих. Печально. Надеюсь, варвары уже не нападут на наш караван. Ты смотри-ка, богатее мира, я на первом месте, показывает рейтинг игроков по количеству золота в казне. Ибн Батута создает свое личное творение. То есть, идем мы, поляки, потом три неизвестных игрока. Ашур все-таки у нас на пятом месте, неизвестный игрок на шестом. И Аксия Дидона на седьмом и восьмом, соответственно. Ну, это радует. На четвертой сложности. Тот, кто господствует на море, хозяин положения. Марк Тулий Цицерон. На четвертой сложности все-таки быть первым по... Блин, вот варвары здесь стали, а. Первым по золоту, это, по-моему, неплохо. Так, что у нас дальше? Молехоз-то мы выучили. Никак не могу охоту изучить, черт возьми. Охоту будем изучать. Так, ты пока пропускай, не пускаю тебя здесь, что поделаешь? А, подожди, я не могу открыть посольство. Наших товарищей. Так, торговля. Письменность мне надо открыть, понятно, понятно. Так, наши рабочие закончили плантацию. Замечательно. Строите еще одну плантацию, будем вино добывать. От него у нас идет вера. Вера и культура. Чем больше у нас плантации с вином, вот еще две у нас можно забабахать, тем больше у нас будет веры и культуры. Тем временем, следующий ход. Еще бы рабочих нам, кстати. Так, ханой в нашей помощи более не нуждаются. Блин, торговый путь разграблен. Вот ограбили. Грязного разграбили торговый путь, который вы проложили между городом Варшавы и Бипл. Блин, надо уничтожить вот этот лагерь. Твою мать. Не дают, не дают пройти нашим караванам. И караван, видимо, уничтожили. Или нет? Наверное, раз он не вернулся. Так, варварский лагерь, который хотел уничтожить, ханой был разрушен. А, понятно. Добрые люди разрушились, здесь лагерь. И аж урбанапал входит в античность. Круто. Так, наши лучники там, когда разродятся сейчас через два хода лучниками, я думаю, мы займемся как раз этим лагерем. Потому что нам очень важно избавиться от него. Так, мы встретили город Мельбурн. Он дарит нам 15 золота. Это неплохо, на самом деле. Мельбурн желает избавиться от варварского лагеря. Также неподалеку от них. Понятно. Где он? Вот он. Карфаген во всеуслышание объявляет, что от ныне будет защищать Мельбурн. Нападение будет караться анально. Ладно, ну с нами рядом только город Библ. Поэтому мы будем защищать его и торговать с ним будем. Так, около города Краков обнаружен враг. Это опять антинозойливые варвары. Уже лучники, смотри-ка. На-ди-ка вам. Сейчас мы выведем еще и своих лучников. И потом посмотрим, кто кого. У вас появилось стрелковое подразделение. Круто. Что тут скажешь? Давайте. На передовую. Так, ну караван пока, наверное, мы не будем делать. Амбар-стены. Давайте займемся амбаром. Постройкой амбара. Надеюсь, наши лучники будут круче, чем варварские. Что-то здесь происходит. Какие-то движники. Так, городу Краков нужна медь. Ну, медь, в принципе, есть на карте. Если мы будем расширять свою территорию сюда на запад. Здесь серебро. Здесь целых два серебра. И вот здесь есть медь. Думаю, где-то вот здесь надо будет забабахать городок. Городишко такое. Медь, камень, серебро, коровы, сахар. Где-то вот здесь, что ли. Лошади еще. Шикарный. Просто место, но Карфаген как-то нас сразу не полюбит. Ух ты, смотри, они основали еще один город. Да, надо вот эту клетку занимать как можно скорее. А тем временем враги на наших землях. Ты смотри, какие наглые. Так, наносимый урон 36. Бонус против форваров 40%. Давайте-ка разбираться с этими ребятами. Блин, тупик. Да, тупик, горы здесь. Следующий ход. Ты смотри, игроки-то входят в античность один за другим. Ничего страшного. Так, уражеские варвары. Лучники атакуют. Это наши лучники, хоть немного их коцают. Варварский лагерь, который хочет уничтожить Мельбурн, был разрушен кем-то другим. Ладно. Карфаген больше не союзник Мельбурна. Это тоже нас не касается. Карфаген теперь союзник Мельбурна. Ладно. Теперь рабочие наши закончили очередную плантацию. Здесь есть клеточка с пшеницей. Займитесь, пожалуйста. Наши лучники. Я надеюсь, вы уничтожите. Нет, один остался. Что там наши боевой юнит? Развлечились? Нет? Давайте-ка. Возвращайтесь назад. Надо разбираться с варварскими лагерями. Наконец-то в городе Кракове закончилось строительство святилища. Я думаю, здесь надо будет построить грузовой корабль. Прокладывает морской торговый путь между двумя цивилизациями, которые приносят золото. Можно также использовать, чтобы доставить пищу, производство по вашей территории после постройки амбара или мастерской. Круто, а тот же караван только морской получается, да? Но слишком дурак почему-то это 33 грузовой корабль. Давайте построим рабочую лодку. Она здесь как бы больше нужна будет. Пока следующий ход. Там, кого я строю? Амбар. Амбар тоже нужен. Рабочие нужны. Все нужно? Эх, убил одного. Эх, второго убил. Крутые, блин, варвары. Нет, смотри, они не вылетелись еще. Ну, давайте. Надеюсь, мы здесь справимся. Давайте, убейте уже, в конце концов. Вот так вот. 10 стрел в одного человека запустили. И грохнули, бедолагу. Интересно, по морскому пути... По глухим тропам столетий Ты проходишь с топором И стратить их можно разными способами Ставишь луком, ставишь сети Торжествуешь над врагом Стихотворение Валерия Брюсова Так, потратить деньги Ну, не знаю, стоит ли А тем временем У наших лучников повышение И здесь у нас равнины Поэтому давайте точно сделаем 15% мощи дальнего боя Против юнитов на открытой местности Вот это вот улучшение И будем пробираться К вражескому лагерю В принципе, здесь никого нету, что ли Так, вот и Мельбурн наш И второй город Карфагена Так, ну, ребят, что смотрите Это устроите ферму Плантацию, говорю, ферму строите Исследование новой охоты Законченность Так, давайте построим Письменность И откроем, наконец-то Посольство Столица наших друзей В городе Гао Ух ты, варвары уже на морских клетках рассекают Так, карфагенские воины Уничтожили Думаю, это может вам пригодиться Так, лагерь варваров очищен Мы забрали 25 золотов Так, новые друзья Мы оказали достаточное влияние на город государства Он стал нашим другом Щелкните по нему Чтобы посмотреть, какие преимущества это принесет Помогайте городу Или посылайте ему дары Чтобы поддержать отношения Спасибо Так, это наш, конечно же, город Библ Город у Библ неплохие такие Военные силы Так, мы союзник города Библ Он нам поставлять будет Жемчуг, да? Коротко Но ему нужен мрамор Мрамор бы найти нам Ты смотри, когда здесь Южная такая конечность Континента Здесь что-то есть интересное Вы успешно уничтожили лагерь варваров Как и просил Библ Ваш влияние на заслон на 50 Теперь вы союзник Библа Этот приморский город Даст вам три пищи в столице И один в других городах Вы получите их все редкие ресурсы А редкие стратегические ресурсы Круто Так, ну здесь у нас больше нету Варваров Здесь тоже, ребята, всех варваров Поуничтожали В принципе Как бы Быстро От варваров все поизбавлялись Поэтому я думаю лучники Пускай возвращаются у нас назад А воины Ну вот сюда вот Пройдемся Здесь какой-то неизученный участок карты И можно строить еще один Караван Из Варшавы Скажем Отправлять Наземный караван В город Библ Да что такое Мы с Библом уже не союзники Только что были Союзники Не разлей вода Теперь уже Нет Так Библ больше не ваш союзник Понятно Неизвестный игрок Уходит в античность Ребята пока подлечатся У нас Я думаю Прямо здесь Я не помню правда Имеет ли значение Находится Юнит который Лишится на твоей территории Или нет По моему нет Так круто У нас достаточно очков Культуры Чтобы подписать Общественный институт Новый Ну в принципе Континент Весь открыли Остается только Сделать Сделать Какое-то улучшение Чтобы Наши Юниты Смогли Переплывать Моря И океаны Поэтому Разведчиков мы Ставим На автоматику Пусть автоматически Разведывают Земля Принимаем Общественный институт Давай-ка вот это возьмем Увеличивает На 15 Производства При постройке Юниты Дает Плюс 1 К настроению За каждые 10 Жителей В городе Да 280 очков Культуры До следующего Общественного института 11 Значит До следующего 25 ходов Да Так Ну и Производство У нас Завершился Амбар И рабочие Нужны И Караван Давайте Рабочих Сначала Сделаем Пусть Работают А караван Уже После них И на этом Очередная серия Подошла К концу Ставьте Большой палец Вверх Комментируйте И подписывайтесь На канал Чтобы смотреть Все остальные Серии Всем желаю Всего доброго Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok